Мы находимся с вами в Юрмале, на улице Тырганю-1. Здесь находится известная скульптура черепахи, скульптор которой является известный Янис Барда. Скульптура была поставлена в 1995 году, на данное место установлена. И сегодня непосредственно в Риге с детективой агентура, и непосредственно мне, президенту Ольге Зелик, в Риге с детективой агентура поставила информация о том, что с черепахой что-то происходит интересное, что она вроде как выставлена на аукцион, что есть вроде как покупатели, есть продавец. И мы решили встретиться с Айви и Бардой, непосредственно супругой скульптора Яниса Барда, и задать ей вопрос относительно, что же происходит с черепахой, и кто является собственником и владельцем. Как мы видим, как мы видим, здесь разные люди. Hello, Israel, I come here to Israel, it's good here, good, good. Fantastic, thank you so much. Fantastic, yes. Of course, of course. Thank you. Мы видим, какой позитив дает эта черепаха. Мы видим, какие позитивные эмоции у людей вызывает черепаха, которая находится здесь. И мы на самом деле... Thank you, Yuma, I forget. Thank you, Yuma, it's beautiful, Yuma. Мы видим, насколько большой позитив, какая-то подзарядка от этой черепахи, сколько в нее сил, труда вложено. И мы хотим разобраться, что же происходит. Черепаха здесь находится уже с 1995 года. И, собственно, для этого мы пригласили Айвию Барду, которая является супругой известного скульптора, еще раз повторюсь, Яниса Барда, который создал столь прекрасное произведение. Что же происходит? В двух словах опишите вообще, как создавалась данная скульптура. Ну, эта скульптура создавалась в раннем периоде Яниса Барды. Это было в 90-е годы, начало. И он ее делал как символ богатства, любви, долгожительства. И скульптура... Он вообще очень увлекался черепахами и вообще животными. Когда создавалась черепаха, была ли она сделана специально под заказ? Или она создавалась им просто как искусство, как произведение? Ну, на самом деле, она создавалась как искусство, как произведение. Потому что Янис, он очень любил животных. И я помню, мне подарил двух маленьких черепах. Мы жили на очень маленькой комнатке у собора Петра. И вот, да, он иногда приносил разные животные. Я думаю, что он вообще в тот период увлекался философией Востока. И он вообще был такой, с философическим таким, с тенденцией. И он очень-очень любил разные умные книги читать. Вообще был очень умный. А кто заметил, почему решили установить вот в Юрмале, практически в центре, вот такое вот необычно фантастическое красивое телево? Ну, у нас в гостях был Андрей Синкулес. И он увидел работу. И родилась идея, что в Юрмале могла бы она быть как одна из скульптур. Потому что на тот момент мы по приглашению Юрмальской думы жили уже в городе с такой идеей создавать скульптурный сад. Что мы и на самом деле так ответственно делали. На проспекте Межа, 73. И была идея, что черепаха могла бы быть одной из скульптур, которая будет как элемент скульптурного сада, который мог бы быть по всему городу. И наш вдохновитель был милость в Стокгольме, где мы ехали. Я помню, что мы даже купили такую маленькую скульптурку, как идею, что мы тоже что-то такого создадим в Юрмале. Ну и черепаха была из одной из таких скульптур, с хорошей пластикой, с хорошей идеей. Ну и так она в 95-м году, 9 июля, здесь появилась на нашем берегу. И сколько лет уже наблюдает закаты. В 1995 году была установлена на данное место черепаха, которую произвел, так сказать, на свет ваш супруг. Она была установлена по договоренности, по контракту. На каком основании и кто предложил? У нас был договор с Юрмальской думой о том, что она оплачивает изготовление этой скульптуры. Ну и так, как-то, я не знаю, в 95-м году, наверное, было так, что мы это все начали без какого-то основного аванса. Или, может быть, какой-то маленький символический аванс все-таки был. Но на таком джентльменском доверии Инкул из Юрмальской думы знала, что мы скульптуру делаем, что она отливается в Эстонии. Мы искали место для скульптуры. И, в общем, никто ничего не говорил о том, что можно было быть так, что нам кто-то за эту работу не заплатил. И мы, конечно, хотели, мы очень сами были рады вот этому всему процессу. И хотелось, чтобы это было так больше, ярче. И пригласили тоже на открытие Рады ОСВХ. У нас был праздник черепахи. И приходили дети здесь с маленькими черепашками. Был забег черепах, в песку делались черепахи. В общем, это был такой действительно праздник, красивый праздник города. Но перед всем замечательным праздником, где-то две недели перед открытием, уже шли там джинглы, все приходите на праздник черепахи, со своими черепахами. Я иду в Юрмайскую думу и, ну, обращаюсь к господину Инкулису и говорю, что, ну, черепаха готова, мы уже за ней приезжаем, надо было бы денежку заплатить тоже. Извините, пожалуйста, вопрос. Это как-то было на устной договоренности или был какой-то контракт? Были тоже, было тоже, конечно. Ну, как же на устной договоренности? Это было доме, слаймумс, да, это там ничего, ничего такого, ну, не могло быть там. Это все было, что официально, официально и все серьезно. И этим вопросом занимался главный художник, был назначен главный художник города Юрмал Эгилс Кукс, который искал место, вот этот, все тут, брусчатку, все мы тут делали. И, значит, я иду к Инкулису и говорю, что, ну, ну, что, надо нам платить уже там литейки. Он говорит, как? Деньги уже перечислены. Мы удивляемся, как? Потому что... Извините, пожалуйста, а может быть, произошла какая-то ошибка и был неправильно указан конс? Нет. Там было все немножко так... Скажите, как это все интереснее. Там все было, как 90-е годы. Ну, главный художник Юрмал Эгилс Кукс посчитал, что он может... В те времена были очень большие проценты в банках. И если там ты какое-то время подержал деньги, ты мог какие-то проценты заработать. Ну, и, наверное, такой расчет был и тоже главному художнику города Юрмалы. И он договорился с бухгалтером Юрмальской думы, что они перечислят эти деньги на его счет. И он положил Таутас Банка. Но к тому моменту... Он, наверное, ничего о человеке плохого не думал, да? Но к тому моменту Таутас Банка, она банкротировала со всеми деньгами и, конечно, тоже с этими деньгами. Ну, так это, к сожалению, и осталось. Было очень маленькое время до открытия. То есть никакой предоплаты, аванса, никаких денег вы не получили, так сказать, от Юрмальской думы? Мне кажется, что мы получили 800 лат. Вот я просто подниму все бумаги, потому что все-таки 95-й год, какой-то маленький авансик все-таки был. Очень символический. А изначально о какой сумме шла речь? 10 тысяч лат. Нет, ну да, но это было... Ну, мы просто тоже шли на уступки. Мы только за лечо спрашивали, потому что мы тоже хотели, чтобы на городу эта скульптура была. И у нас все-таки был большой проект, что мы хотим делать... Ну, мы были тоже идеей увлекли. Но любой труд, он все равно должен как-то себя окупать. Есть определенные договоренности, которые имеют юридическую силу, которые должны непосредственно соблюдаться, правильно? Конечно. Да, как происходили дальше события? Дальше события произошли так, что происходило, что было очень мало времени до открытия. И там ничего остановить, ну, было просто невозможно. Янис был в шоке. Он даже не ехал... Да? Да. Он даже не ехал за скульптурой. За скульптурой я ехала сама на этом трейлере. Мы одолжили деньги для того, чтобы эту скульптуру выбрать. Это для того времени были очень большие деньги. Потому что действительно и было... Ну, об этих 10 тысяч, потому что это было только за лечо. А мы на самом деле, мы вложились полностью с надеждой, что все-таки этот вопрос решится. Потому что Дума обещала, что они, конечно, этот вопрос решат. И даже главному художнику, меня бы и я проекста порад за имя. Значит, к заму мэра города Юрмалы, легитозачиста, он подписал порад за имя, что он был плохой и сделал так. А каким-то образом вообще этот вопрос решался или он завис в воздухе? Да, были договоренности, что деньги у нас вернет. Но, к сожалению, в Юрмале есть такая ситуация, что все время правительство меняется. И через какое-то очень быстрое время сменилось правительство. Инкулис больше не был мэром. Стал... Был другой мэр. Они настолько менялись, что... Ну, я уже не могу расследить, кто был там следующий. Уже не знали, с кем... Да, да. Но мы периодически шли и спрашивали. Как вообще ваше отношение вот к такой прекрасной скульптуре и такому силу Мэра Юрмалы? Знаете, кто вообще... Кто скульптор, кто создал вообще? Я знаю. Так как я юрмальский, поэтому я знаю, да. Ну, это один из символов Юрмалы. Вы же видите, что не так много у нас таких монументальных работ вообще. В Юрмале есть глобус. Есть, скажем, здесь вот черепашка наша, да. И где люди всегда приходят, и приезжие, туристов много в Юрмале, да. Каждый хочет сфотографироваться. Сами фотографировались на фоне черепашки? Да, у меня есть уже давнейшие фото, но не каждый раз сфотографироваться, да. Время проходит, но у меня есть. То есть все равно достаточно увлекательно, да? Конечно. Когда поменьше было своих детей возил, они на шее, на этом, везде фотографировались. И фото такие оставались, да. Не в курсе дела. Единственное, ну, здесь приходя, вот минуту я так слышал одним муком, ну, какие-то неприятные вещи там, да, которые должны, которых надо разобрать. Я не думаю, что Юрмальская дума не отнесется честно к скульптору и его семье, да. Думаю, что там... Да, тем более, учитывая, что все-таки произведение искусства находится с 1995 года, и Юрмала все-таки заинтересована, я думаю, к такой достопримечательности, которую знает, наверное, каждый латвиянин, россиянин, и уже иностранец, не говоря уже о местных... Ну, Юрмальские думчане, они же тоже умные люди. Они же все это понимают так же, как и вы, и я, да. И какой-то компромисс, если там какая-то спора, ссора, ее надо решать. Потому и люди есть для того, чтобы ссоры решать. Ну, да, мирным вопросом. Все еще неверно. Ну, знаете как, она вызывает, если так, по правде говоря, сначала, когда первый раз увидел, ну, давно, уже давно, да, то почему черепашка? Ну, например, для меня ближе было бы КАЕС, ну... Чайки, да, на море. Чайки, да. Чайки, да. И если есть, нету, ну, сзади там, да. И клуб, который я в Юрмала, регбийный клуб создал, там тоже у нас, в нашем лого, да, ну, в первосипеде, чайка, да. Ну, черепака может символизировать долголетие, так как у моря. Спокойствие, да. Спокойствие, да. Спокойно идти. И они долго живут. Ну, как вы, как вы, как вы, как вы, у нас символ коровы, так у нас Юрмали символ черепашка. Символим вариантом. То есть каждый человек может сам свою символику, как бы, положить, да. Так-то вот. А так, чтобы конкретно, ну, к морю этому, то мне, ну... Ну, все-таки вызывал вопрос, да, а что здесь делает вот эта черепаха, что она означает? Вопрос вызывал, да. Не думали, что там находятся какие-то подземные катакомбы? Нет, ну, она красиво сделана, ну, во-первых, монументальная работа такая, да. Это не каждый день такие, как бы, делаются. То есть можно видеть, что художник вложил свое и умение, и душу, да, в него и хотел людям подарить, ну, хорошее мгновение. Марис, скажите, пожалуйста, а какие бы вызвало у вас эмоции, если бы в один день вы проходили, вы прогуливались по берегу моря, и раз, смотрите, а где черепаха? Ну, неожиданность, конечно, таким вариантом, ну, что такое нету, да. Не было бы такого чувства пустоты внутри? Ну, немножко, да, таким вариантом, ну, что нету больше. Ну, я бы тогда немножко поинтересовался, почему так, да. Ну, у нас интернет, и думские же, и это, ну, как какое-то объяснение поискал бы по времени, да, ну, относительно. А так, вы же знаете, что ничего не вечно, да, и все может быть сегодня здесь, завтра там, или так далее. То есть, ну, в данной ситуации он на самом деле, ну, более, ну, 20 лет, 25 лет, да, здесь находится не очень многие туристы, которые приезжали в любое время, как бы она ни было, да, ну, уже немножко и привыкли к нему, да. Как мы видим, как мы видим, здесь разные люди. Hello, Israel! I come here to Israel! It's good here! Good, good! Fantastic, I thank you so much! Fantastic, yes! Of course, of course! Thank you! Мы видим, какой позитив дает эта черепаха. Ну, вот видите, все-таки, Марис бы со своей стороны поинтересовался бы, вот куда исчезла такая достопримечательность Юрмала, да, и что произошло. Я думаю, что, в принципе, поинтересовался бы каждый обыватель, и тот, кто, скажем так, пройдя мимо, смотрит черепахи. Нет, куда она исчезла. Вы помните, как в центре города, да, вот у нас стояла обезьяна такая, вот большая, такой монумент, да, и как-то в один момент раз он исчез, и все стали задаваться вопросом, а куда пропала обезьяна? Она простояла, сколько там, полгода, может быть, меньше, и везде в гугле вопрос, где обезьяна, где обезьяна, да, и в конце концов, где-то ее нашли, и люди как-то успокоились, ажиотаж прошел, да. То же самое, я думаю, что в гугле был бы тоже какой-то определенный ажиотаж, куда пропала наша черепаха, причем народ всегда говорит, где наша черепаха? Ну, это правильно. Ну, это то же самое, как я говорил вам про глобус, да, на центре, да, пропал бы глобус, ну, то же самое было бы. Это такие большие работы. Он уже пропадал, между прочим. Ну, его на реставрации, люди же интересовались, может, реставрации, может, что-то улучшать, он же стоит, его надо, может быть, там, почистить или, ну, что-то, но я не специалист. Ну, то есть все-таки эффект пурелка не есть? Ну, конечно. Я думаю, что, как вот вы считаете, что все-таки большинство людей были бы против того, если бы вот черепаху отсюда убрали или купил бы какой-то там иностранец на аукционе, да? Ну, это очень важно для наших туристов, а Юрмала, ну, в основном-то все-таки очень много туристов приезжает, и им каждая такая монопитальная работа, да, дает. Вы уже изначально, наверное, видели, да, какую радость в людях создала вот эта вот скульптура, да? А почему мы прибыли сюда? Потому что речь идет по поводу черепахи, которую создал известный скульптор Янис Барда, да, черепаха вроде как, но еще неизвестно, да, вроде как уходит на аукцион, поскольку реальные хозяева черепахи решили ее просто продать. Авиа, мы слышали, что вы уже собрались проводить аукцион, вот можно как-то чуть-чуть поподробнее? Почему такая происходит ситуация? Почему, хотя вы все-таки настроены решительно на аукцион, и почему вот как-то, что произошло, что ваше мнение вот так повлияло? Скажите, пожалуйста. Ну, на самом деле, мы в Юрмале живем уже 27 лет, и я как-то посмотрела на эти 27 лет, и как-то, и решила, что я должна подвести какую-то черту своей жизни в Юрмале. И хочу сказать, что город мы очень люблю, он уже стал у нас родным. Здесь прошла, ну, действительно, вся наша творческая, вся та жизнь, когда мы творили, но как-то с городом, все-таки с властями у нас, ну, не сошлись вот эти, как-то, ну, не знаю, кто там, кого не полюбил. Ну, речь идет, наверное, о невыплаченной вам сумме, да, за черепах? Это не только, это не только. Я на самом деле хочу сказать, что Янис в 2003 году уехал в Лондон с такой, ну, довольно, такой грустном настрое, ну, хочу сказать, ну, даже в каком-то мере сломанный, потому что, потому что все его надежды, которые он в Юрмале ложил, все его средства, они, к сожалению, ну, они, они были, он считал, что он напрасно тут тратил и... Очаровался, да? Да, и сегодня я смотрю на, 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 на тот, на то место, где мы только что, где мы только что начали, это проспект Межа, 73, где Янис, ну, именно занимался этими своими творческими исканиями. Оно было, мы, у нас, мы его потеряли, несмотря на то, что там не было владельцев, но Юрмале владельцев можно и нарисовать, и такие действительно появились, но самое странное, что этот дом рухнет, он, мы от этого дома были вынуждены уйти в 2004 году. Вы оказались в чрезвычайной ситуации, да? в 2004 году, и, ну, мы должны были его покинуть. Потом Янису, как компенсацию, дали землю на Рэмбатес, где он, ну, сделал второе дыхание, и опять бросался делать свой скульптурный сад. Но, к сожалению, это тоже ему отняли, та же самая Юрмальская дума, и потому что им казалось, что он там сделает гостиницу, и что он будет там зарабатывать большие деньги. Но после того, как это место было отнято, действительно, там стоит вот эта развалина, мне кажется, там Сидорова, или кто там, там это у нас женщина, которая тоже имеет статус с МАЗНО ДРОЩИНА, там миллионером. И, ну, потом уже, ну, Янису ехал, но мне где-то жить надо было. Мы взяли совершенную развалину. Янис говорил, что нет, Айвия, я здесь не буду вообще ни одну копейку кладывать, они тебе все равно все отнимут. Но, вы знаете, я как-то вот на, на, так все-таки думала, нет, я все сделаю. И мы там на ТРВТС-12 начали делать Балтийский архитектурный центр, очень удачно. Я хочу сказать, что он не одно из этих имуществ, оно не было как такое личное. Это все было связано с такими общественными деятельностями, очень хорошими, с результатом. И общество я вижу, потому что за эти года у нас у Георга случилась травма, он потерял зрение, и мы очень-очень много действительно у нас удалось сделать именно в интеграции, в процессах интеграции. И сегодня Георгу уже 18 лет, и он через два месяца уезжает в Америку, и тоже покидает Латвию, и это, ну вот то, что вот последний месяц пришлось пережить, потеряя, потеряя и все то, что было сделано на Терветт с 12, и вообще вот это такое странное отношение Юрмала, Славклайбе, с Парвалда, которые у нас их невозможно объяснить, почему они Георгу отняли ассистента, в общем, идет такая действительно сплошная все время, все время мы делаем хорошее дело, но это не просто не ценится, это просто это просто ну, это дикое такое отношение к всему, что делается, но тем не менее я скажу, что в мире нас знают Георга в Америке, завтра приезжают французы, нас с нашими проектами приглашают на проект «Великий шоковый путь», который объединяет, это действительно такой ключевой проект 21 века, который через Китай и Среднюю Азию идет торговля с Европой, и на самом деле мы несмотря на то, что как будто в Юрбале потеряли все, ну, жизнь продолжается и на самом деле надо говорить о том, какие были эти 27 лет и какие были эти наши годы независимости, там было очень много ошибок и я считаю, что мы должны открыто говорить об этих ошибках для того, чтобы все-таки не терять свою Латвию и то, что относится к черепахе да, мы очень интерес большой к этому аукциону и средства мы будем направлять для того, чтобы двигать дальше нашу идею на инклюзивное образование потому что никто кроме нас этого делать не будет и Юрмала уж наверное точно не будет помогать но тем не менее вдруг в этой думе что-то будет по-другому чем 27 лет наш опыт и будем жить речь у нас идет об аукционе я поняла что отношение у вас несмотря на то что у вас ностальгические нотки достаточно решительное продать черепаху вы имеете на это полное право насколько вы решительно настроены я так уже слышала где-то крайним ухом что клиента могут быть либо китайцы либо французы либо даже украинцы да как-то чуть-чуть поподробнее чуть-чуть поподробнее вот как вообще происходит ну да действительно интерес есть большой но мы хотим именно поднимать тему человека который не должен терять свои мечты который должен бороться и наверное даже делать эту черепаху как символ что как символ человеку как приз потому что это уже была идея георга делать фестиваль торт илтайм с такой целью что такая черепаха могла бы находиться на каждом континенте потому что действительно за эти за эти года мы знаем уже все континенты и им тоже интересно то чем мы занимаемся именно в отрасли инклюзивного образования этот бог бы быть таким большим инклюзивным фестивалем и это первая черепаха которая где-то переместится на том месте и будет начинаться этот фестиваль как и раньше мы начали с праздником черепахи то сейчас он уже вырастет как именно фестиваль который будет поднимать такие гуманные идеи которые сегодня людям настолько нужны скажите с того момента как черепаха стала символом юрмала с 1995 года получается наверное что очень часто продавались какие-то сувениры с изображением черепахи например брелки шапочки кепочки майки и кто-то наверное с этого зарабатывал и не будем со счетов скидывать что может быть кто-то из юрмальской думы это мы так предположительно говорим просто как как ваше отношение к этому да действительно эти были сувениры которые заказывали юрмальская дума которые продавались с музея юрмальском на всех магазинах потому что черепаха действительно очень популярна абсолютно никакой процент несмотря на то что во всем мире это совершенно по-другому но мне как исповеду самое больное было то что эти сувениры были очень некачественные они могли быть хорошего качества они могли бы действительно нести красиво этот символ и вот это есть вот вот это мое возмущение и я бы хотела все-таки в дальнейшем и тоже конечно пускать эти эти сувениры но чтобы они были качественные да потому что у нас в Латвии замечательные дизайнеры в мире замечательные дизайнеры и не надо ну давать действительно хорошую скульптуру на какое-то ну чтобы она теряла свое достоинство очень хорошо сказано давайте все-таки по поводу аукциона да примерно когда думаете вообще проводить аукцион и примерно стартовая цена с которой начнется торг обсуждалось это на арт-ригу сейчас идут переговоры с теми кто заинтересован и все-таки я бы хотела этот вопрос оставить еще как интригу ясно ну с нашей стороны на самом деле с моей стороны непосредственно реконструктива агентура да скажем у меня тоже различного рода клиенты есть очень состоятельные люди да неизвестные в Латвии да но мы их тоже не афишируем по некоторым причинам два человека уже которые просто руками и ногами извините за может некрасивое выражение готовы дать хорошую вам предоплату и приобрести черепаху да вот на самом деле очень сентиментальные тоже люди связанные с искусством да которые просто настолько прониклись что они действительно готовы скажем так для нас наверное для Латвии это очень безбашенные деньги да но они готовы внести свою лепту оплату то чтобы приобрести столь замечательную скульптуру да и я честно говоря даже намеренно как-то вас познакомить чтобы действительно скульптура если вы уже будете продавать попала в хорошие руки да надежные вот ну а там о цене вы уже будете говорить сами ну вы знаете это конечно замечательно но я больше здесь все-таки хочу говорить об идее я хочу привлечь внимание тому как как живется человеку с ограниченными возможностями чтобы он что-то достиг и что нам надо делать для того чтобы я хочу чтобы все все люди которым есть какие-то проблемы со здоровьем все дети они могли как и Георг учиться в простой школе обычная я готова все деньги пожертвовать только на эту цель мне было очень-очень больно наблюдать как месяц назад когда ну мы теряли свой кров то Георг здесь был совершенно ни при чем он очень много сделал этому городу но может быть он даже как-то мог и когда-то и гордиться этим молодым человеком который незрячий вынес так далеко имя этого города за границами нашей страны но никто никто пока даже не попросил как он окончил школу где он живет так не может быть мы не живем в диком в диком обществе мы хотим чтобы наши дети были с теплым сердцем чтобы они дружили с детьми когда когда среди нас появляется такой человек которому мы как будто помогаем но больше он помогает нам развиваться как как человек и я на самом деле через эти все трудности я очень много научилась я очень много передалела и я хочу делиться с этим я хочу посмотреть назад на эти 27 лет как какие они были для того чтобы больше таких у нас не было чтобы мы такие ошибки не допускали и чтобы общество и что Латвия она была немножко другая слышали сейчас прекрасные очень сильные слова Айви Барде жены известного скульптора Яниса Барде которая действительно очень многое перенесла очень много испытаний несмотря на то что создалась такая замечательная скульптура несмотря на это как-то ни юрмальская дума ни государство как-то не содействует и не вникает в проблемы данной семьи а ведь сколько они сделали для Латвии они сделали очень много черепаха стала основной достопримечательностью ради нее приезжают люди населения путешественники туристы из других стран фотографируются они делятся своими позитивными эмоциями несмотря уже на то как мы уже ранее сказали что продавались и продаются сувениры с изображением черепахи посмотрите какую благородную цель преследует эта женщина то есть она не просто хочет на аукцион выставить скажем замечательную столь скульптуру она хочет действительно как-то какое-то участие очень благородное оказать и помочь не только своему сыну но и каким-то образом поучаствовать в мировой такой благотворительности то есть я думаю что на самом деле пример айви барды заставляет многих призадуматься о том что у нас происходит в Латвии и наверное все-таки начать как-то вникать проблемы населения и непосредственно это относится к нашему уважаемому правительству потому что такие произведения искусства таких людей я считаю что необходимо не просто ценить но и носить на руках и действительно как вот это основное достопримечательность и скажем творческих людей которые смогли такое создать для Латвии не только для Юрмала но я считаю что для Латвии что действительно нужно уделять особое внимание что для Латвии Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok